Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поехали в участок. Не пущу? Ну, что тебе надо? Ну, что надо, скажи? Что, за Ксюху мстишь, да? Будешь со своим служебным положением, да? А ну, угомонись. Не надо. Я тебя умоляю. Он только меня любит. Правда, только меня. Не бери ты его. Граждан Глебнева, вот уйдите от задержанного. Я выполняю приказ, нечего было с ружьем бегать. Поехали. Все, все. Так, угомонись. Скоро будет. Не берись там, ладно? Граждан Глебнева На ощупь пробираешься сквозь облака густое Сквозь лунное затмение, сквозь утренний туман Ах, если б только знала я решение простое Ах, если б только знала я, где правда, где обман На дальний лес, касая тень, ложится тугим узлом Сплетаются пути И в чистом поле можно заблудиться А жизнь прожить не более перейти И в чистом поле можно заблудиться А жизнь прожить не более перейти Да ты аккуратней, живым не довезешь, начальство заругает А я, может, тебя живым не хочу довезти Я так и понял Только давай ты или сразу пристрели, или вези аккуратненько Ты же Синяков наставил В суд на тебя подам за побои А ты че такой веселый? Ты что думаешь, ты сейчас легко отделаешься? Хватит Ваньку валять Говори, ты спал с Оксаной? Да не было ничего В глаза, в глаза смотри мне В глаза мне смотри В глаза! Ну! И учимся работать на компьютере И занимательной информатикой Спасибо вам огромное, что позвонили Внимание клиенту, мой принцип Подождите, а они точно будут работать? Обижаете, девушка Фирма гарантирует И вот еще возьмите У нас очень большой выбор Можете звонить в любое время Тем более, что телефончик мой у вас есть Я теперь много чего у вас буду заказывать Я и сейчас что-нибудь наберу О! 101 урок! Пошмось! Это я тоже беру Угу Я же тебя сейчас здесь закупаю Говори, было что-то? Говорю же, нет! Ладно Поехали Ладно Ладно Танюша, ты чего плачешь? Это все из-за меня папу в тюрьму посадили. Моя милая, ну ты что? Ты абсолютно ни при чем, моя хорошая. Я пойду в больницу, я все расскажу, я объясню. Тань, ты ни в чем не виновата. А папу выпустят, понимаешь? Они во всем сейчас разберутся, все выяснят и отпустят его. Это папа? Да нет. С чего будем стучать? А вдруг? Ты сиди, я гляну. Привет. Ты че это? Тихо, ну че? Нашел время. Да подожди, это не я, это любовь. Слушай, ну ты это, че пришел-то? Ну я подумал, что мы вчера не закончили. Слушай, вчера ошибка была, я пьяная была, понимаешь? Ну знаешь что, у пьяного на уме. Давай, ну не придумывай, ступай, слушай. Уйди, пожалуйста, а? Ну вот и там, там дочка дома, пожалуйста. Ну ладно, потом зайду. Ага, давай. Мам, кто это был? Это от папы? Нет, это неважно там. Это Гена, я его в окно видела. Да, Гена. Он заходил спросить по поводу огурцов. А почему с цветами? На кладбище шел, своих навестить. Он еще здесь, ждет чего-то. А цветы красивые. Мам, что же мы теперь будем делать? Ну, будем ждать с тобой. Папу посадят из-за меня. Так, ну-ка хватит истерик. Никто ни в чем не виноват, тем более ты. Ты уроки сделала? Почти. Так, доделаешь уроки и сама поужинаешь, хорошо? А ты куда? Я сбегаю по делам и вернусь. Ой, извините. Представляете, перед тем, как к вам зайти, еще на рынок успела заскочить. Все программы купила, а главное, недорого. Ага, недорого, не боитесь? Чего? А, так мы с продавцом на созвоне. Если что-то не будет работать, так он поменяет. Да я не об этом. Диски-то вроде не лицензионные. Так дети вроде тоже без лицензии рождаются. Ну, в детском вопросе с авторскими правами. Тоже все непросто. Это да, но им же абсолютно все равно, что снаружи. Главное, что внутри. А лицензионные диски покупать, так это вообще никаких денег не хватит. Наверное. Проходите за ширмой. Угу. Свободно? Свободно? В базы. Устал? А ты хочешь проверить? На. Анжела, ты как поросенок. Ген. Ген. Ты... Ты такой... Такой милый. Милый я был, когда мне было шесть лет и на меня надевали матросский костюмчик. А сейчас я офигенный. А сейчас я офигенный. Нормальное место. Никто даже ничего не заподозрит. Вон, видишь, ходят, внимание не обращают. Нормально. Вот. Как договаривались? Тут не всё. У меня не было мелких купюр. Тысяча — это мелкая купюра? У меня только пятитысячная. Хорошо, я эту тысячу в другой раз доложу. Ну, нет уж. Идём менять твое пятитысячное. Тут недалеко в магазине. Ну, ты скупердя. Ну, это скупердя я слышал. Нет бы, положил ещё пять тысяч. Фигушки. Тысячу не доложил. Пошли. Пошли. Ну, ладно. Идём в твой магазин. Пошли. Какие люди. Присаживайся, начальник. Иди-ка погуляй. В левом кармане. Возьми такси и езжай домой. Ну, котик. Котиком я был в шесть лет на ёлке. А сейчас я... Офигенный. Все, иди гуляй. Успокойся. Мы мирные люди никого не тронем. Успокойся. Ой, какую тёлку-то на коленке грел. По что тебе эта шлюха? Люблю профессионалов. Ну, за мастерство. Меня к вам не пускали, но у меня очень срочное дело. Идрён Макарон, не дадут отдохнуть. Знаете, дело в том, что моего мужа, Никиту Лебедева, его... Ты как меня нашла? Дежурный подсказал. Уволик, черт ты, бабушки. Не надо никого увольнять. Это я его достала с расспроса. Это ты меня достала? Ну, чё тебе... чё... чё делать-то? Чё это определит? Чё они в Зимбабе живём, правового государства. И чё теперь? Посидит. Годика три. Профессиону освоит. Подумает, как это правильно в общество вести. А теперь встала, развернулся на Слозенградс и пошла к выходу. Окончен приём. Чё один пьёшь? Запьёшь что-то. Пока некоторые... Запьёшь что-то. Пока некоторые... До ветра шастают. Вот к меня разные посетительницы по ушам ездят. Вони... Чайник тебе к одному на коленке всякий шалава прыгают. Мам, ты чего так долго? Мам... Что случилось? Что ж теперь будет-то? Мам, ты чего? С папой что-то? Угу. О, Матвей Леоныч. Потеряли чего? Твоя дома? Партизан. На кухне она. Выйди во двор на минуточку. Потолковать надо. Что ещё за тайны мадридского двора? Дело чрезвычайно серьёзное. Не для женского ума. Занята она, не услышит. Говори уже. Следил я, значит, за домом Бельченко. На всякий случай. И чутьё меня не обмануло. Накануне, как пошли Румянцева, охрана этого олигарха всё шныряла по двору туда-сюда. Носили из сарая канистры. И чего? Ну, Макар, ей-богу, ты как дитё. Всё тебе растолковать надо. Что в канистрах хранят? Бензин, например. Вот. Жидковатый версий, дедуль. У нас вон в каждом дворе канистры. У кого с соляркой, а у кого с самогоном. Так, самогон вот хранят во флягах. Да какая разница? И ты, брюд. Сейчас. Опять ты? Погоди. Нужно поговорить. Обо всём уже поговорили. Это про твоего мужа. А это не твоё дело. А если я знаю, как его вытащить? А если я знаю, как его вытащить? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Средненько у нас живут. Представители малого бизнеса. Ты чё, сюда поиздеваться припёрся? Да нет. Я, так сказать, оцениваю твои финансовые возможности. Понимаешь? Чтобы Никита вышел, его нужно выкупить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну да. Точно. Как я сразу не догадалась. На приём не попадёшь. Заливает что-то там про государство правовое. А ему просто надо заплатить. Ну, заплатить надо не только Ткаченко, но и Бельченко. Чтоб тот забрал заявление. После этого им ничего не останется, как закрыть дело. И чё? Никита выпустят? Ну да. Только нужно поскорее отдать деньги. Чтоб тело не разрослось. А много надо? Я как раз собираюсь задать этот вопрос нужному человеку. Спасибо. Только ты поскорей спроси, а? Хорошо. Правда, там сумма не маленькая. Ну, если что, я всегда готов отложить. Да нет. Я сама. Знаю, чем. Потом попросишь расплатиться. Ну что тебе стоит? Сходи в дом Бельченко и пошерсти там как следует. Особенно в сарае. А ордер на обыск? Я себе сам выпишу. Ордер, ордер. У тебя корочка есть и подозрения. Имеешь право полюбопытствовать. Да, да, вокруг походи. Может быть, найдешь что интересное. Вот. Так. Это ты, да? А что? Что, я не имею права к родной внучке зайти просто так? Дед Матвей, а ты ведь просто так никогда не заходишь. Опять под Бельченко копаешь, да? Это дело общественное. Надо всем решить, как с этой напастью совладать. А ты своей общественной деятельностью занимайся, а Макара не трогай. Не могу я один бороться. Понятно. Меня ты не жалеешь. Хоть бы ребенка нашего пожалел. Это что? Я прадедом буду. Это хорошо. Будет, кому дело передать. Но все одно, Макар, ты не должен под ее юбкой сидеть. Он власть. На него народ надеется. Подожди, ты плохо слышишь, стал что ли? Нет, подожди. Так, ну-ка, дедура, стой. Нет, я сейчас покажу общественную деятельность. Я тебе тут такую деятельность... Стоять я скажу! Что вы себе позволяете? У нас есть информация, на основании которой необходимо срочно произвести обыск. А у вас есть соответствующие документы, чтобы взглянуть? Напарник сейчас подведет. А может быть, дождемся вашего напарника, чтобы посмотреть на соответствующие документы? Дождемся, дождемся. Обязательно дождемся. Масштабное-то у вас строительство. О! Ага. Вы меня и слышали? Слышал, слышал. Очень даже слышал. Так. А вот эту вот канистрочку-то я изымаю. На каком основании? Как вещественное доказательство. Ну, это... это произвольно. Что творят, а? Я буду звонить вашему начальству. Все, это уже... Подождите! Сопротивление органам? А это уже отдельная статья. Что вы делаете? Ничего особенного. Это произвол! Что вы себе позволяете? Вот это? Произвол. Как он там? Никитушка-то мой. Да. Вытащим сам рассказать. Это, что ты не можешь подождать. Ну, вот я тут. Вот я тут. Нам возьми. Спасибо. Да мало поди. Не хватит. У меня больше ничего нету. Я тоже сама собрала. Не хватит, еще найду. Обещаю. Справимся. За ним ведь вины особой нету. Он же ведь не убил никого. Только погрузил. Мы вам все вернем. Заработаем и все вернем. Обязательно. Не надо ничего. Иди так. Только живите дружнее. Да, только не бросай его. Ты не за что на свете. Еще раз спасибо. А это? Пожарова Румятцева. Да, и вот еще. Стоп. Сегодняшняя. А вот это супер игра. Одна из сарая Бельченко, а вторая угадает с двух попыток откуда. Ну, удиви меня. С пожара. Нужно снять отпечатки. Соби их. Ну, по поводу окурков сразу скажу. Будет только сравнительный анализ характерных признаков. ДНК у нас в Раскатове не делается. Это тебе в край надо. А это долго? Это сложно. Кстати, о птичках. Ткачанка. Об этом знает? Узнает. Потом. Шифруешься. Не хочу огорчать его раньше времени. Да не лец. Ну, оно того стоит. Поверь. Стоит. Ну, ладно. Ну, если что, сам понимаешь. Так, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Держи все до копеечки, перс считай. Спасибо, тетя Маша. Мы вам обязательно отдадим все. Да ладно тебе. Главное, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Пойдем, подруга. Лариса, здравствуй. Че тебе надо? Я слышала, ты деньги собираешь для Никиты? Тебе какая разница? Вот. Здесь пятьдесят тысяч. Купиться решила? Значит, че-то было. Да что ж ты такое говоришь-то? А если бы у меня что-то случилось, ты бы мимо прошла? Здравствуйте. Здравствуйте. Ладно. Давай. Спасибо. Хорошо выглядишь. Зайдешь? А ты че, здесь живешь? Ну, это, скорее, мой офис. А, ну да. Говорили какие-то, захватили бывшую школу. То есть, это, они вселились. Ну, это временно. Здесь я задерживаться не собираюсь. Да и кому-то школа теперь нужна. Вуаля. Прошу. Можешь, выпьешь что-нибудь? Не, я это, вот, принесла. Это все? Здесь двести шестьдесят три тысячи. Маловато. Сколько надо? Ну, начальнику Ткаченко полляма. Да и Бельченко столько же. Сколько? Миллион? 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 Боже, не дай, хоть руки помою. Ах, руки. Ну, значит, ты меня не любишь. А как это связано с моим желанием помыть руки? Ну, не знаю. Ты же она сомной. Придумай что-нибудь. Люблю. Очень люблю. Нет. Люблю. Ой, а что это у тебя? Да так. По работе я сам сам. Слушай, ну, могу как. У тебя все хорошо? Хорошо. Ой, слава богу. Когда у тебя все хорошо, у меня все хорошо. Ладно, держа, иди мой свои руки. И за стол. Может, что покрепче? Я правильно понимаю, что деньги тебе предлагать бесполезно? А если мы оформим это как деловые люди? Ну, вот, например, у меня есть деньги, и я готов дать их тебе под залог. Твоей земли. А это выход. Ну, правда, земля не только твоя, но и Никита. А вот он может не согласиться. Нет. Земля записана только на меня. Мне ее родители отписали, когда уезжали. Нет, вот. Слушай, так давай все побыстрее и оформим, когда мы можем это сделать. Хоть завтра. Хорошо. Ну, давай завтра с утра прям пойдем к этому, к нотариусу, все оформим. Я сразу же побегу к начальнику полиции с деньгами, да? Нет, стоп. Он так деньги не возьмет. Это вообще дело серьезное. А он боится. Лучше я передам деньги нужным человеку. Спасибо. Я пойду? До завтра. Ну, давай. Здорово, родственники. К тебе нихуя рать. Чего в гости не заходишь? Рожать пока не собираешься. Девушка, пивка, пожалуйста, и закусочки. Совсем своих распустил. Не уважает они тебя, Валерий Дмитриевич. Откуда слухи? Слухи. Ну, давай, давай, колись. До коща. Слушай, ну, разберись ты со своим этим участковым и с заветом. Совсем оборзел. Приехал, схватил меня за горло и давай валтузить по стене. Что-то не понял я этого. Родственник. Не уважение. А как же? Мы ведь родственники. Меня по морде. Тебе не уважение. Ты не лец? Да. Давно? Пять дней назад. А что ты только сейчас прибежал? Ты же наш человек занятой. Тебе не достучишься. Достал меня этот донелец. Слишком самостоятельный. Расследование такое затеяло. Самостоятельное. Про пожар. И я о том же. Приезжать надо мужика. А вообще-то ему по жизни не повезло. Жена у него мало того, что гулящая, то еще дура неловкая. Приперлась сегодня ко мне на прием. На банкетку. Кинула пакет, а он у нее перевернулся. Так вот она ползает задницей кверху, собирает диски. И говорит. Программу, говорит, своим школьникам купила. По дешевке. На рынке. Диски, говоришь? Диски, диски. Программу. Да. Гоша. Ну-ка, ну-ка. Гура, еще. Вопрос на 10 штук. Что такое не везет? Как с этим бороться? О. О. Иди, вчера. Гура, сядь, раздавай. Не могу. Второй сейчас терплю. Того, гляди, пузырь лопнет. Пацанам ноги ошпарит. Ладно. Делаем ставки. Не-не, так не покатит. Налик он и в Африке, налик. А тут еще добы на команда чапать. Налик, налик. Ни хрена налик. Ты что, не доверяешь мне? Девушка, девушка, сюда нельзя. Мне можно. О, Анжела. Привет, мальчики. Прыгай. Ее ставлю. Раздавай. Ген. Тихо. Давай. Еще. Очко. Обслужи его. Да пошел он, я не шел. Жела, обслужи его. Не буду. Поняла. Ген. Ты сюда. Чиж, забирай. Ген. Геннад. Прости, что так долго. Автобус сломался, полчаса на дороге стояли. Там. Хорошо выглядишь. Спасибо. Да ты позвонила бы. Я бы тебя подвез, все равно в одну сторону ехать. Да мне и на автобусе нормально. Не передумала? Не, пойдем скорее, а? Отличная сделка. Надо бы обмыть. Угощаю. Извини. Перепроверьте, пожалуйста, данные. Не должно быть никаких ошибок. Да, все верно, верно. Площадь земельного надела, которая передается под залог, и вот здесь еще. Ну, да. Распишитесь, Олесь. И вот здесь еще. Что творится, Стас? Куда же? Куда же теперь, Ильича-то? А куда Бог сошлет? Иди. Зря, я согласился. Теперь начнется эвакуация, эвакуация. Что я один без техники на работу, и смех дай только. Да, вот Бельченко над тобой будет ухохатываться. Бежишь, подняв лапку. Будет тебе трепаться-то. Живо остались на том, спасибо. Могли бы и нас пожечь. Макар Глебович, это вам. На память. Ой. Все, все, все. Ой. Что уж. Дочка. Очень, очень. Очень, очень. А куда же? А куда же? Они без них. Люди добрые. Не поминайте лихом. До свидания. До свидания. До свидания. Уху, уху. Уху, уху. Уху, уху, уху. Не забывай нас. Уху, уху! Уху, уху. Уху, уху, уху. Уху, уху. Ну, гости. Пишите. Закрывай дело. Отступись! Не со своими бакланы базаришь. Я пока просто прошу. А что мне с тобой будет? А лучше подумай, что не будет. Или у тебя, кроме моей матери, другие спонсоры есть? Это… Все должно быть под контролем, да? Прости. Просто люблю тебя очень, поэтому и ревнуй. Дорочка. Но, любовь к тебе, это единственное, что согревает меня в этой жизни. Все стало с ног на голову. Я полицейский, служу закону, а ничего с этим поделать не могу. Хотя без дела я тоже не сижу. Но, видимо, этого мало. Только ты будь со мной. Буду. Смотри. Узнаю, что ходишь налево. Петру, сова мыши и крупней таскает. Вот и найми сову. Да что ты будешь делать? Слышь, колхоз, за скотиной своей следить надо. А то гадят везде. Передам твоему хозяину. Что? Что ты сказал, а? Слезай, Остап Сергеевич. Дело есть. Я свое слово сказал, назад не возьму. Землю не продаю. Меня, как Румянцева, не облапошите. Может, тебя подпалить, чтоб ты скатился? Шкачусь. Давил имя тебе в батарею. Зря нос воротишь. Нормальные сцены предлагаем. Потом сам прибежишь. Вперед крика своего. Угрожаешь? Ух ты, бандитская рожа. А ну пошли отс этого. Я за тебя не отвечаю. Ну? Ну давай, 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 щенок. Сустеть будешь на ветру в четыре лишние дырки. Давай. Меняй виллы на лопату и копай могилу себе. Можешь прямо на своей земле. Вешайся, дед. Значит так. Деньги передал. Бельченко заявление забрал. Ткаченко, конечно, заставил поволноваться. Но куда он денется? Ну а дело закрыли? Ну конечно. Как банк огурцов. И на полочку поставили. А Никита? Да завтра дома будет твой Никита. Чай с булками пить. Лариса. Что не сделаешь ради любимой женщины? Ген, 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 мы же деловые люди, ты чего? Да. Забыл. Ну а хотя бы на поцелуй я могу рассчитывать? Думаю, придем, я тебе пирожков наделаю. С капустой, как ты любишь, с картошкой. С яйцами, с луком. С капустой, как ты любишь, что будет? И в narrатах. Ну а или ищущий ревenschutz – это гаран marc. Это рискованzelf. Продолжение следует...